Служители закона, правды и справедливости. Прокуратура и адвокатура Беларуси означают сегодня 95-ю годовину утворения. Края тыу не только у эфиры. У десятый раз телерадио ведущих из всей краины собрал фестиваль Белтелерадио-компании. Паркур, стритбол и битва диджеев у Гомеля означал «День молоди». А зараза багэтым и иншим больше подробязна. Сегодня белорусская прокуратура означает 95-ю годзе. Среди задач, которые стоят перед ведомством, нагляд за расследованиями, санкционирование следующих денег, работа за грамадянами. Улику приоритетных направок – контроль за выполнением законодательства в сфере экономики. З нагоды профессийного свята лепшие супрацовники Гомельской прокуратуры сегодня отримают заслуженные узнагороды. У Рашистый Сход проходят областным драматичным театры. Подробязности у нашим наступным выпуску. Профессийное свято сегодня означают так само белорусские адвокаты. С этой нагоды у першыню в нашей стране были присвоены звания «Гоноровый адвокат». Церемония узнагороджения отбылась у Минску. Двух узнагороду достойны представники нашего региона. Подтверждение высокого звания на грудный знак первой ступени отримала Ніна Бабкова, адвокат юридичной консультации Центрального района Гомеля. Этой профессии она отдала 44 годы. У своей семьи стала причинальником династии. По ее следах так само пошли дачка, сын и внучка. Ей коллега с Чугуночного района Виктория Мялешка отримала звание гонорового адвоката и нагрудный знак другой ступени. Профессию обрала я в детстве и за 45 годов об выборы ни разу не пошкодовала. За что люблю сказать, конечно, одним словом сложно, но я люблю людей. В первую очередь. Если адвокат не любит людей, своих клиентов, он не состоится как адвокат. Поэтому мы должны помогать людям в любой ситуации, какой бы они ни казались, даже самые-самые, которые, казалось бы, они уже потеряли все абсолютно в этой жизни, мы обязаны помогать. Я свою работу в какой-то мере сраудиваю с работой врачей. И своим ученикам, которых я учила работать в адвокатуре, я всегда говорила, что помните, к вам они приходят с душевной болью, а к врачам идут с физической болью. И надо принять меры все к тому, чтобы человек не ушел от вас со слезами, даже в том случае, если у него нет правовой позиции. Дареши сёня у День нараджения адвокатуры Беларуси, представники этой профессии проводят бесплатные юридичные консультации для маломайомасных. Доброчинная акция проходит во всех адвокатских утворениях региона. Скорастаться махчимостью могут пенсионеры, студенты, инвалиды и в уголе усе люди, те, которые опынулись в тяжких финансовом становящихся и имеют потребу в параде юриста. На минулых выходных под Минском Белтолерадио-компания собрала разом своих супрацовников из всех регионов Украины. Тут у десятых раз пройшел фестиваль под названием «Пазаэфиром». Не глядяши на неприемные сюрпризы, которые подрихтовала на дворье, мероприемство отрымалось яскравым. Не обойшлось и без премьер. На фестивале у першиню представили киноконкурс под обязанности у Александра Лупиненки. На некольки дён яны изменили студии на лес и палаточный городок. Команды у всех регионов приехали на фестиваль «Пазаэфиром», який что год ладить Белтолерадио-компания. Добрый настрой не сдолила сапсовать навод на дворье, якое забеспечило этот уикенд дождём. Усе удельники мкнулись поделиться позитивными эмоциями. Фестиваль «Мнеэфира» – это встреча коллег, друзей, старатников, близких людей по духу. Поэтому, конечно же, самые положительные эмоции и самые приятные привкушения. Всё у нас получится. Всем удачи! Вперёд! Конкурсная программа фестиваля распочалась с проставлений визитной картки и обороны лагера. Команды телерадо-компании «Гомель» – третий регион. На сцене показала ретроспективу лепших жертв за 10 годов, объединенную с хитами тых часов. А вось свой лагерь журналисты пероутворили у сокретный бункер и запросили журы до удела у экспериментах. Спортивную участку фестивалю склау байдарош на квест. А вось новинкой гэта халета стал киноконкурс «Золотая шишка». Наша команда проставила аутарское кино. Как прошёл обмен. Всё прошло в спешке, помешали усмирители. Мок закипел. Почти готов. Вот подкинь палок в огонь. Так дело пойдёт куда лучше. Мы пошли, наверное, в такой раздел, как «Артхаус». И решили представить новый формат. Это краткометражки. Кто-то представил футуристическое будущее. Кто-то представил наше время. Но здесь мы все хотели показать, на что мы способны и как можно увлечь зрителя. Организаторы фестивалю поза эфиром отзначили высокий узровень подрыхтовки усих команд. А так само творчий потенциал, який раскрылся у фестивальные дни. Когда мы отмечаем конец сезона, телевизионного и радииного, ну так условно говоря, он не совпадает с Новым годом. Новый год – это как раз рассвет сезона, середина сезона. И вот сейчас мы уходим в отпуска. Небольшие там, может быть, меньше месяца. Потом начинается новый сезон. Мы подводим итоги. Нам есть чем гордиться всем. И в Гомеле, и в других областях, и в Минске, и вообще белородокомпания, мы свидетельствуем, что мы надежный товарищ и друг наших телезрителей, радиослушателей. По выниках конкурсных с поборниц, а у пероможца и фестивалю стала команда телеродокомпании «Брест». Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телеродокомпания «Гомель», Минская область. И на этом святочная тема не закрыта. Насыщенно это выходные проходили и в Гомеле. Кубок по стритболе и паркуры, битва диджея, концерт. Як Гомель отзнашил День молоди, ведая Катерина Сапельникова. Спорт и музыка. Организаторы постарались уличить и включить у святочную программу головное захопление сучасной молоди. Коля Лядового палаца пройшел городский кубок по стритболе и паркуры. Были организованы пляцовки для велосипедистов и ролеров. Регистрация на споборницах проходила загадя и одразу стала видовочна. У Гомеле сберутся аматоры экстрима с усею в области. Знаете, если я один тут был, я бы не сделал, например, несколько салей. А так, ну, вот, меня подбодрили друзья, люди, все прохожие. И я им за это очень сильно благодарен. А для тех, кто любит экстрим-выключный, а глядач, у вечера мотовыстава перетворилась у захопляльное шоу. Музычную участку свят открыл дитячий ковербенд «Леву». За имя на сцену вышли вядомые гамильчанам коллективы «Дэк Дженнелс», «Васаби Джаз» и «Ян Джанчак». Белорусский рок-музыкант, який брутальные песни дополняет игрой на скрипце. Белорусский рок-музыкант Тем часам Калягомельского цирка распочался інший музычный поединок. На битве диджею 12 молодым удельникам треба было сделать 20-ти хвилинный опен-эйр. Головная умова конкурсу – три белорусские песни, один стиль выступления и умение якосно зводить стреки. С гэтым лепш за усіх справился Артур Искандаран, який вядомый, як диджей Пагасян. Минавит Айон поеде на республиканский этап битвы диджею, який пройде на славянским базаре. Гомель уже дважды становился победителем битвы диджеев на славянском базаре. И в Гомеле всегда, наверное, самый большой интерес к этому соревнованию диджеев. Тым часам диджей Даня з Минску стал специальным гостем на пляцо цыкаля лядового палаца. Концертно-забавляльный марафон протягывался до 22-х годин. Кульминацией программы стало выступлением дельника Евробачення-2014 Тео. День молодежи, пожалуй, уже такой студенческий период. И в этот период я уже вплотную концертировал, поскольку я работал в оркестре Михаила Финберга, начиная с первого курса колледжа, потом уже университета. Поэтому, собственно, вот эта вот молодость, так ее назовем, она прошла в оркестре. И поэтому мы корресили по всей стране, не только в стране, мы убежали за рубеж. И, безусловно, День молодежи, это был очередной праздник. Это был очередной праздник, когда ты находишься на сцене и даришь свое настроение людям. Катярына Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И на приканце выпуску коротко про надворье. Тыдень обецая дажжи и на вольнице. И это еще не головная сюрприза небесной канцеляры. По информации областного гидромедцентра, ближайшую ночью на большей части территории региона прогнозуются опадки. Чекается до 14 градусов в ночи и до 25 в день. Усераду обыйдется без дажжоу. Поветро прогреется до плюс 30. Оранжевый узровень небеспеки объявлены в регионе 29 червеня. На большей части территории чекается повышение температуры поветра до 30-34 градусов. У особных районах по поводни до плюс 36. У многих районах прогнозуется узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Короткочасовые дажжи на вольнице на Вадоград махчимы у пятницу 30 червеня. Слубки термометров покажут до плюс 34. Крыху спаде с 5 кота на выходных. По попередних прогнозах и в суботу и в неделю будут грыметь на вольнице. Гэты иншые новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе. www.tvrgomil.by Далее у эфира «Спортывный агляд». С новинами спорту вас познаемить Максим Савин. Продолжение следует...